Девушки отдыхают Девушки отдыхают Сейчас уже мало кто придает значение тому, что 100 лет назад был совершен резкий календарный скачок. Однако для людей, верующих, исповедующих православие, есть некоторые неудобства с соблюдением рождественского поста. Дело в том, что русскую православную церковь перемены обошли стороной, и ее важные даты исчисляются по старому стилю, то есть юлианскому календарю. И Новый год приходится еще на время поста. И, конечно, это всех тех, кто желает сохранить пост и в то же время как-то и отметить Новый год, это вызывает неудобства. Стоит заметить, что до революции печатный календарь нес не только функциональные значения. Каждое издание было искусно украшено гравюрами, тиснениями и различными узорами. Оформление церковных календарей было строгим и аскетичным, а в светских изданиях можно было лицезреть даже портреты прекрасных дам того времени. Светский календарь, потому что здесь, видите, дама приятной внешности. Вот на 1850 год. Написано с портретом «Я императорского высочества, государыни Великой Княкини Александра Иосифовна». Отойдя от глобального понятия времен года, месяцев и чисел, календарь, будь это книга, открытка или программа в современных гаджетах, по-прежнему остается удобнейшим изобретением человека. И только в наших силах сделать каждый день в нем счастливым и наполненным яркими событиями. Виктория Шикова, Константин Никитин, Руслан Баталов. Новости Ульяновской правды.